30 и 31 марта 2015 года в Москве состоялся второй международный Плазфорум – онлайн и офлайн ритейл. Впервые форум проходил в двухдневном формате. С докладами на восьми тематических секциях выступили 59 российских и международных экспертов. Параллельно с конференцией на форуме действовала выставка современного оборудования и технологий для розничной индустрии. Мероприятие в этом году посетило более тысячи представителей онлайн и офлайн ритейла. Плазфорум достаточно известный в ритейле и те темы, которые на нем обсуждаются, они достаточно актуальны по составу аудитории. Это один из лучших форумов, пожалуй, который я видел. Здесь, в России, этот форум очень важен, потому что он относится к индустрии в ритейле. И индустрия в ритейле является большим пользователем нашей технологии и нашей терминусы. Это, наверное, одно из немногих мероприятий, которые объединяют и, скажем так, практиков, которые внедряют, и компании, которые предлагают какие-то новые технологии, новые решения для офлайн и онлайн розницы. Сейчас опять проснулся интерес и у ритейлеров, и у вендоров, и у партнеров к тому, чтобы на выделенной площадке обменяться своими впечатлениями о ритейле, о его настоящем будущем. Действительно, количество изменений, которые ритейл-пространство и наш рынок видел за последние 6-9 месяцев, превышает их количество за последние несколько лет. Тренды, наверное, все те же, которые нас преследуют с второй половины 2014 года. Это кризис и как в нем выжить. Но очень хорошо, что многие компании пытаются найти очень интересный способ оптимизации своих ресурсов. И об этом говорят и делятся с другими компаниями. Мне кажется, что все сильнее и сильнее народ начинает думать про эффективность, про безлюдные процессы, про автоматизацию и про то, чтобы научить своих клиентов заниматься самообслуживанием. В 2015 году мы видим огромную инфляцию, увеличение счет безработицы и падение ВВП. Что это значит? Это значит, что уже 80% населения понимают, что что-то не то. Есть много изменений в качестве клиентов, в компании и в людях. Рынок ритейла изменяется. Причем изменяется как ввиду снижения и покупательных особенностей, но тенденции именно покупательного спроса меняются. Время перемен и эти тенденции также отражены здесь на форуме. Очень много мнений, много различных прогнозов, от не очень оптимистичных до радостных. Для меня, лично, это было очень интересно, чтобы увидеть вид изнутри русских ситуаций, потому что все говорят о кризисе. Для меня это было очень интересно, чтобы чувствовать это и получить первую информацию, и какой влияние это имеет на рынка. Это было очень-очень важно для меня, чтобы узнать об этом. Этот форум мне понравился. Мероприятие очень живое, мероприятие очень хорошее, много людей. Им реально интересно то, что здесь происходит. С людей есть возможность общаться и находить какие-то общие свои новые бизнес-знакомства. Это не только доклады, это встречи еще, новые знакомства и встречи, общения со старыми коллегами, обмен информацией. Я был очень удивлен по размеру форума, поэтому я думаю, что мы имеем очень хорошую экзибицию здесь, с большими интересными компаниями, которые показывают их лучшие решения. На выставке я могу заведовать большое, очень хорошее покрытие в СМИ, и, во-первых, очень активно обсуждать события в социальных сетях. Я не ожидал такого мобильного решения, хорошо развитого, и такого многофункционального, которое предложили организаторы. Спасибо большое. Отличная платформа. Желаем чаще проводить такие мероприятия. Желаю вам развиваться. Спасибо. Я бы хотел пожелать этому форуму оставаться интересной площадкой для игроков отрасли. Я желаю, что конференция еще много раз повторяется, и что здесь увидимся несколько лет. Желаю пережить эти непростые времена. Кризисы приходят и уходят. Желаю всем сохранить бизнес в это время. Все это прекрасно. Спасибо большое. Мы используем все наши информационные каналы для того, чтобы донести до нашей аудитории, включая и наш журнал Retail Loyalty, информационный портал Retail Loyalty.org, что это единая площадка для обмена мнениями среди специалистов, среди топ-менеджеров, среди всех участников нашей индустрии. А это и, соответственно, ритейлеры, это, соответственно, представители e-commerce, это логистические компании и, безусловно, вендоры. Я думаю, что только вот такие площадки, они дают возможность, чтобы диалог между участниками рынка, он, скажем так, был на самом высоком уровне. Следите за нашими рассылками, следите за нашим сайтом. И я уверен, что мы сделаем максимум для того, чтобы поддержать наше сообщество в столь сложный период и помочь ему выработать те самые рецепты, которые помогли бы им пройти данный сложный период и достичь определенных результатов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok